Особая экономическая зона на горе Белая. Зачем она, что это и будет ли она создана только на горе? Эти вопросы стали ключевыми в ходе сегодняшнего выездного совещания с участием главы города и губернатора Свердловской области. О том, что на горе будет создана особая экономическая зона, глава региона объявил недавно в ходе годового собрания Союза промышленников и предпринимателей. Комплекс может стать драйвером развития. По словам директора, гора Белая является самым современным спортивным сооружением и самым посещаемым в области. Так, по данным мониторинга, самым посещаемым местом с 1 по 8 января 2018 года стал горнолыжный комплекс, куда приехали отдохнуть 27 тысяч человек. То, что комплекс нужно развивать, говорили давно. Сейчас ключевой идеей является создание туристического кластера. Чтобы прилечь инвесторов, предлагается создать особую экономическую зону регионального типа. В целях дополнительного стимулирования предпринимательской инициативы предлагаем рассмотреть возможность формирования региональной зоны в границах формируемого кластера, где будет действовать специальный льготный порядок налогообложения и предоставляться государственная поддержка инвесторам. Виктория Казакова отметила, особую зону можно создать в границах от Черноисточинска до Весима. Глава города Сергей Носов предложил расширить территорию, на которой будут действовать специальные условия налогообложения и поддержки бизнеса. Считаю, что при определении границ туристического кластера было бы целесообразно рассматривать не только строительство второй очереди комплекса «Гора Белая», но и территории населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости и создающих целостность уникального образа туристического кластера «Гора Белая» в качестве единой туристической дистанции, а именно Верхний Придок, поселок Уралец, Елизаветинская, Весима, Уткинск, Усть-Утка, Йоква, Серебрянка. Включение этих населенных пунктов позволит решить давнюю проблему летней загрузки горнолыжного комплекса. Отдых в теплое время суток, включая рыбалку, охоту, экстремальный экологический туризм, при наличии инфраструктуры будет пользоваться спросом, добавил мэр. Один миллион туристов в год. Именно столько сможет принять туристический кластер. Для дальнейшей работы необходим комплексный план, заявил глава города. Тем более, есть уже готовые проекты модернизации комплекса «На Белой». Предлагаю разрабатывать данный генплан с учетом тщательно проработанного мастер-плана, который когда-то был сделан канадскими специалистами, которые расценили гору Белая как очень перспективную с точки зрения горнолыжного туриста. Мы в свое время потратили 200 или 400 тысяч долларов на разработку этого плана, на разработку этого плана, мастер-плана. И сделано профессионалами мирового уровня. Этот план, я думаю, сохранился, он есть в наличии и он до сих пор актуален. Пожалуй, самые амбициозные проекты по развитию горнолыжного комплекса сегодня озвучил член Совета Федерации Эдуард Росель. Задача сделать Белую лучшей в стране. То, что в этой Красной Поляне сделано, мы должны это сделать лучше. Тем более, что Красная Поляна во многих вопросах уже отстает от мирового уровня. Надо туда съездить, посмотреть и все это уже сегодня учесть. Чтобы мы с вами, уральцы, были уже на самой высоте по этому вопросу. Экс-губернатор вспомнил и проект Альпийской деревни и 24 трассы, предложенных канадскими проектантами. Эдуард Росель уверен, на Белую можно организовать и авиасообщение. Вот здесь, где деревня, наверху есть горизонтальная полоса. Вот эти самолеты, которым делаем 17 пассажиров, они садятся прямо на грунт, им надо 300 метров всего. И они сейчас начинают делать посадку на воду, на снег и так далее. Значит, появляется возможность авиационной доставки. Кроме этого, в Кольцово уже стоят эти желтенькие самолеты, там на 40-50 мест, они садятся тоже на грунт. То есть, появляется составляющая авиационная, которая привлекает вообще, расширяет круг вообще этой зоны. Очень серьезно расширяет. Гора Белая должна стать народной стройкой. Принять участие в реализации могут и крупнейшие промышленные предприятия региона. Антон Саев, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.